Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области была организована в 2015 году по инициативе губернатора региона Андрея Юрьевича Воробьева. Какие задачи выполняет объединение и чем может помочь собственникам? Поговорим с руководителем Красногорского отделения Виталием Сергеевичем Баскицовым. Виталий Сергеевич, добро пожаловать. Здравствуйте. Первый вопрос. Что такое ассоциация? Каковы ее задачи? Ассоциация председателей советов многоквартирных домов это в первую очередь объединение советов многоквартирных домов для выработки каких-то коллективных решений, помощи. Когда дом новый, то есть люди только хотят создать совет дома. Как это? Что это? И всегда хорошо, когда есть люди, которые могут это подсказать. Потому что если мы сразу же заглянем в жилищный кодекс или любой другой нормативный какой-то документ, мы понимаем, что, как говорится, без подсказки сложно разобраться. И как раз таки здесь помогаем, то есть находить какие-то решения. Вы сами видели, да, и присутствовали на раз, как у нас проходит форума у продома с присутствием администрации, госжилинспекции, технадзора. Если необходимо полицию вызывать, да, решается вопрос благоустройства. То есть все, что беспокоит в первую очередь людей на территории. Так вот, ассоциация как раз таки помогает тем, которые действующие или только хотят создать совет дома, провести собрание, как раз таки найти решение и помочь, как правильно это сделать. То есть ассоциация это объединение единомышленников, которые помогают собственникам. А совет многоквартирного дома, в чем его функции? Для чего он нужен? Ключевой совет, то есть это, назовем так, объединенные активы, да, собственников, которому остальные собственники поручают заниматься вопросами их дома, общего имущества. Ну, потому что всех собрать в большом доме, как говорится, ну, очень сложно. И необходимо, чтобы был какой-то актив, который будет заниматься вопросами взаимодействия, ремонтом, да, то есть улучшением каким-то в доме, смотреть, поддерживать. Как правило, это активные люди, да, как бывает у нас в школе, на работе, везде есть какой-то актив. И то же самое здесь, среди жителей, находятся люди, которые они безразличны, которые готовы тратить на это свое время, да, уделять, ну, так скажем, да. Силы, средства нет, но силы, да. Силы, но средства нет, порой даже и силы. Силы, время. На начальном этапе есть люди, которые и деньги на это вкладывают. Изначально находятся люди, которым вообще просто ничего не нужно, они сами готовы потратиться. Так у нас в доме только один сосед там закупил деревьев на самом очень начальном этапе, там более 100 тысяч. Он потратил лично, вот захотел вот такой сделать вклад и в дальнейшем участвует в жизни дома, так как ему не безразлично, как судьба его дома и все, что находится во дворе. Есть какой-то регламент, сколько человек должны входить в совет дома или это пожелание? Нет, нет, ну, рекомендую, там минимум три, вот должно быть, но самое оптимальное, это когда по одному человеку от подъезда минимум. Как говорится, мало плохо и много тоже плохо, вот нужно найти вот эту золотую средину. С какими вопросами сталкивается совет дома, какие вопросы он может решить? В первую очередь он сталкивается с это взаимодействием с управляющей организацией, то есть это работа, качество, оказание услуг, проведение общего собрания собственников, предложение каких-то инициативных вопросов, которые необходимо вынести на общее собрание собственников. Ну, например? Ну, например, установка шлагбаума, установка видеонаблюдения, какие работы необходимо провести на следующий год, всех же собственников ты не соберешь и никогда там 100 квартир не придут к единому мнению, какого цвета необходимо покрасить стены в подъезде. 5 человек еще могут как-то договориться, но 100 человек и больше точно никогда не смогут уже договориться и прийти к единому мнению. Но 5 человек договариваются, выслушав общее мнение, да, собственников эти? Ну, как правило, вот если брать по примеру нашего дома, то есть если какие-то вопросы возникают, мы, у нас есть чат, мы эти вопросы скидываем, люди что-то накидывают, мы из этого, как говорится, выжимку делаем и уже оптимально, что подходит, что нет, из этого уже отталкиваемся. Нужен совет дома? Обязательно. Для чего? В первую очередь... В чате можно все решить? В чате можно решить, а кто этим будет заниматься, это первый момент. Во-вторых, необходимо наделить полномочиями, то есть общими собраниями наделить полномочиями, да, там, в отношении аренды общего имущества, в представлении интересов, да, в приемке выполненных работ, то есть, да, в первую очередь, кто будет, будет, вот какие-то работы проводятся в доме, да, там, управляющей компанией, кто будет принимать, с каждым же собственником подписывать, входить акт. Есть совет дома, то есть, который наделен полномочиями, да, там, председатель совета дома в первую очередь, либо это протоколом совета дома, то есть, как уже собственники определят. А еще какие полномочия, кроме вот приемки у управляющей компании, выполненных работ у совета дома? Ну, самые такие ключевые, это как раз все, что касается обеспечения, да, там, жизни дома. Жизни деятельности. То есть, это уборка, это ремонт и какие-то дополнительные услуги, пожелания, которые люди хотели бы видеть у себя в доме или на прилегающей территории. То есть, это вполне такой себе законный орган, да, который решает очень много вопросов. Конечно, то есть, это все прописано в жилищном кодексе. То есть, совет дома, председатель совета дома, сроки, как выбирается полномочия, есть положение о совете дома, это как устав организации, да, там действует. И все прописывается, там можно даже прописать правила пользования общим имуществом, то есть, обязанности собственников. И это все соблюдается, если собственник испортил общее имущество, то есть, так как он должен восстановить его, да, или гости, которые приходили к собственнику. Это же все деньги, без разницы, это лифт. Испортили лифт, испортили дверь при квартирном холле, то есть, почтовые ящики, там, без разницы, на лестницах бардак натворили. Это же все ремонтируется и содержится за деньги собственников и ремонтируется в дальнейшем. Я к чему? К тому, что у нас, к сожалению, очень мало советов дома в Красногорске, да? Я с вами абсолютно согласен, как раз-таки над этим работаем, чтобы в каждом доме был совет. Если люди не знают, как это сделать, то обязательно им необходимо в этом помочь. Если нет в доме совета дома, назовем так, у полномоченного органа, да, который собственники наделили каким-то правом, да, представлять их интересы, то с кем управляющей компанией вести диалог, потому что один сосед говорит «я так хочу», другой говорит «так», третий «так». И, как говорится, вот и ныне там, то есть, процесс никакой не будет двигаться вперед, если будет людей много, всех что-то хотят, а с кем вести диалог, не с кем. То есть, поэтому всегда есть в любой организации, активе, там, в школе, ну, там, в армии, да, там, еще в институте. Всегда есть актив, какой-то староста, да, есть там, старше, то есть, не зря же вот это все назначает, даже в детском лагере, я помню, был, то есть, у нас всегда назначается, то есть, старше, кто будет отвечать за остальных. То есть, и здесь должно быть то же самое. Совет дома, как выбрать? Провести общее собрание собственников, сперва необходимо провести опрос, да, жители, кто хочет, да, кто готов. Ну, как правило, активные они часто находятся, да, сами говорят, я готов, да. И если с этим какая-то проблемка, то необходимо аргументировать все-таки, давайте мы соберемся, ну, чтобы у нас был совет дома, представлять интересы. После чего эти кандидатуры включаются в вопрос, да, там, выбрать совет дома в составе, прописывается фамилия такая-то, квартира такая-то, фамилия такая-то, квартира такая-то. И собственники, в общем, собрании голосуют за, против или воздержались. То есть, для того, чтобы выбрать совет многоквартирного дома, необходимо набрать 50 плюс голосов от общего количества. Но провести общее собрание очень сложно, да, а как это сделать? Ну, в первую очередь, я всегда говорю, что это желание. Конечно же, это не всегда приятное удовольствие, да, особенно, когда в доме есть какие-то люди, которые высказываются в негативном ключе, и человек к этому не готов. Часто встречал, что собственный какой-то приходит, говорит, помогите, я готов, я активный. Но находятся пару соседей, которые начинают негативно высказываться, говорят, что все плохо, вы ничего не сделаете, а еще начинают человеку навязывать, что он это делает с какой-то корыстной целью, да, как у нас правило, если человек делает какое-то добро, то, скорее всего, он хочет себе какую-то выгоду. И вот здесь как раз-таки не все выдерживают этот натиск на начальном этапе, и кто-то говорит, а, нет, я лучше не буду, буду спокойно жить. Но так вот, ключевое, это, конечно же, ответственность, и делать, как ни крути, но все равно проводить собрание. Критикуют, всегда будут критиковать в любой сфере, в любой области, чем бы ты ни занимался, критика будет всегда. И вот ключевое, это как раз-таки умение выстоять в этой критике. То есть в любом случае собрание собственников проводить необходимо изначально. А как иначе? Ремонт хотите, собрание собственников. Что-то дополнительное хотите, собрание собственников. Договор с управляющей компанией хотите, собрание собственников. Тариф определить хотите, собрание собственников. То есть все через собрание. Собрание собственников в электронном виде, сейчас это можно делать, это работает или нет? Оно работает, есть, конечно, прорехи, но, как мы говорим, любая инновация, она сразу же идеальна не становится. Сейчас есть некоторые, конечно, погрешности, да, и, как правило, недобросовестные управляющие компании этим могут воспользоваться, да. Но сама задумка, она правильная, конечно же, мы идем все больше в электронные, да, сейчас хотят электронный паспорт, электронный документ, оборот. Конечно же, будет удобно, когда люди будут пользоваться одним мобильным приложением, но необходимо доработать некоторые моменты, чтобы те управляющие организации, да, или даже, можем скажем, тот же самый инициатор, да, там, собрание, недобросовестное, соответственно, не смог сделать. То есть кто-то за кого-то может проголосовать в электронном виде? Ну, проголосовать, не подгрузить правильный документ, либо подгрузить за кого-то, то есть, ну, вот, либо в реестр собственников внестись какие-то изменения, то есть, ну, прецеденты такие уже имеются. Вот, ну, об этом знают, недавно проходила встреча в Министерстве ЖКХ, как раз-таки эти проблематики озвучивались для того, чтобы... Скорректировать программу. Да, да, скорректировать не программу, а, скажем так, сами настройки, да, как бы как-то делать, чтобы сделать пользовательский интерфейс, во-первых, правильно, чтобы люди заходили, понимали, что это кнопка, куда нажимать, для чего это, какую-то видеоинструкцию, да, небольшую, то есть, для начала, когда особенно люди делают это первый раз. Вот для жителей давайте поясним, первое собрание, самое первое собственников может пройти в электронном виде? Может. Может, да? Да, может, то есть, сейчас инициируют собрание в системе, в первую очередь, что управляющая компания загрузила реестр в систему, далее собственник инициирует, он же является администратором, и для этого просто необходимо распечатать документ и вывесить его на информационных стендах. Можем провести первое собрание в электронном виде, там же выбрать совет дома и дальше уже работать с советом дома? Абсолютно все вопросы, начиная там от выбора совета дома, капремонтом, какие работы провести, то есть, абсолютно все вопросы. Капремонт. Как собственникам принять участие в капремонте? Что для этого нужно? Ну, в первую очередь, опять мы возвращаемся назад, нужен совет дома, то есть, фонду капитального ремонта, а именно подрядчикам фонда капитального ремонта, нужно понимать, с кем взаимодействует, кто будет подписывать документы, прием, да. Собственникам нужно определить, хотят они эти работы или не хотят, да, то есть, они понимают, что, к примеру, первоочередно им нужно заменить инженерную систему, да, там они кровлю, то есть, кровля у них еще нормальная, или фасад здания, да. Опять же, все через собрание. Для всех нужно обязательно, для фонда капитального ремонта, для жилищной инспекции, для администрации. Это самый важный, ну, такой основной документ является, то есть, то, что собственники хотят, они решили на это собрание, и есть документ, протокол общего собрания. Есть протокол, мы решили общим собранием принимать участие в капитальном ремонте, мы хотим капитальный ремонт у себя в доме, да. Что для этого нужно дальше? А тут вопрос два, капитальный ремонт, который идет плановый, то есть, да, в зависимости, как лифт, да, там, 25 лет замены, это один момент. А другое дело, когда собственников печет, и они сами уже регулируют, когда, что им делать. Но также в плановом ремонте, если есть необходимость, они могут отголосовать и написать о том, что те или иные виды работы необходимо сделать раньше срока. Опять же, вот они видят, что у них проблема с кровлей, да, еще что-то проводят, общее собрание, готовится документ, направляется также протокол в МСУ, в администрацию, те направляют фонд капитального ремонта, что необходимо провести ранее. А какие работы можно подвинуть и сделать позже. Где можно найти график домов фонда капитального ремонта? На сайте фонда капитального ремонта карта, да, то есть, вы заходите, там видно, сколько средств на счете, какого года дом, когда и какие работы назначены. Если спецчет, соответственно, там не видно спецчет, но тут собственники сами определяют. А вот ремонт подъездов, как можно принять участие в губернаторской, например, программе? То же самое, опять же, общее собрание собственников. Никуда от него не деться. Но если люди хотят, чтобы было так, как они хотят, то, безусловно, должно быть общее собрание собственников. Должен быть совет дома, с кем взаимодействовать, управляющие компании, что необходимо сделать управляющей компанией. Не все эти управляющие компании этому следуют. В первую очередь, да, если мы говорим по субсидии, да, у нас есть по субсидии, да, и не по субсидии. Если по субсидии, то там ряд требований, что необходимо отремонтировать, да, это тамбурные двери, это окна, да, то есть, это все светильники. Там порядка 10 пунктов обязательных. И необходимо что согласовать? Какие люди хотят видеть почтовые ящики, какого цвета люди хотят стены, это все должно быть согласовано, принято собственниками. И дальше уже должны принимать технические работы, так называемый стройконтроль, который собственники должны принять, как им визуально нравится, не нравится, да, то есть, какие-то технические. Дальше уже выходит стройконтроль, который проверяет непосредственно качество работы. И в первую очередь они спрашивают, была ли подпись, ну, они смотрят, собственники приняли эту работу, потому что вот те ряд, куда мы совместно выезжали комиссионно, то есть, стройконтроль в первую очередь задавал, покажите, где совет дома, да, там, или собственники приняли у вас эти работы. Стройконтроль принимает, затем управляющая компания подает на оригинальную субсидию, да? Это если губернаторская программа. Если субсидии, то да, соответственно, управляющая компания готовит документы и направляет их на субсидии. А если не по губернаторской программе, если какие-то мелкие работы, которые не нужны? Любые работы управляющая компания обязана согласовывать с собственниками. Собственниками, да. План работы на следующий год. В конце каждого года управляющая компания с советом дома должна согласовать план текущих работ на следующий год. То есть, текущий, что-то где-то сломалось, где-то что-то необходимо подкрасить, да, у нас, к примеру, вот на этот год было запланировано покраска перед переходных балконов, то есть, когда ты смотришь там наверх на дом, ты видишь, что у них краска облезла. Начался у нас частичный ремонт подъезда, да, то есть, мы определили, что сперва мы делаем верхние этажи в этом году, а дальше идем вниз, то есть, снизу вверх начинаем, чтобы потом грязь не нести, да, где уже чисто, а то есть, сверху вниз, да, к примеру, у нас там водостоки необходимо было отремонтировать, да, на этот год мы поставили, где-то сделать вентиляционное окно, то есть, мы делаем осмотр. Весенний, осенний обходим, смотрим, какие недочеты и ставим их в план, потому что в моменте же управляющая компания, если ты, тем более, какая-то большая сумма не может это сделать, то есть, она расписывается, график, какие работы, и она необходимо сделать на следующий год. Этот план мы утверждаем на общем собрании собственников, все, правильщик компании не может сказать, я не буду этого делать. Решение собственников. Решение собственников. Опять же, все мы упираемся, это такой момент неприятный, да, скажем, сложный, да, там, трудоемкий, энергозатратный, но он самый ключевой, почему-то люди у нас всегда, в первую очередь, хотят написать куда-нибудь жалобу, отправить письмо и дальше, чтобы за них все сделали. Но самый главный момент, вот от этого, как бы, уже не уйдешь никуда, и даже если ты пойдешь в жилищную инспекцию, в суд, куда-то, нет, если есть протокол, где в этом все указано, то всегда, как говорится, победа будет на их стороне. То есть, самое главное, это совет дома и общее собрание собственников решили, постановили, управляющая компания обязана выполнить работу. И вот чем больше люди научатся управлять своим имуществом самостоятельно, но хотя бы научиться контролировать, все привыкли, да, у нас, что, как бы, за все, всех решают, государство, администрация, жилищная инспекция проверяет, как бы, мы только деньги платим, и все, ну, подождите, вы идете в магазин, вы продукты покупаете, вы срок годности смотрите, вы покупаете какую-то вещь, вы же смотрите на качество, вы покупаете себе машину, вы же проверяете, чтобы в ней не было никаких изъянов, вы также платите деньги, и здесь вы платите деньги управляющей компании, но и качество проверьте, то есть, это должен быть ежемесячный акт оказанных услуг, да, выполненных работ, мало практики есть, на самом деле, вот, ну, в нашем доме это есть, да, я говорю другим о том, что это реально, да, вот, смотрите, это делается, то есть, каждый месяц, какие работы, ты смотришь, уборка удовлетворительно, какая-нибудь обработка удовлетворительно, да, там, пожарная сигнализация работает исправно, раз в полгода приезжает компания, которая занимается пожарной сигнализацией, мы проверяем, то есть, по каждому подъезду ходим, проверяем исправность пожарной сигнализации, опять же, здесь тоже приемка осуществляется, кто, то есть, я, как председатель, подписывают собственников, что она исправна, и даже в дальнейшем, когда у собственников будут вопросы, а что вы сделали в нашем доме, пожалуйста, вот у нас выполнены работы, они приняты, потому что, ну, собственник же не может обойти весь дом, да, он не может посмотреть кровлю, подвальное помещение, это вообще технические этажи, да, в большинстве случаев, но один-два представителя собственников, все же не пойдут, а один-два может смело пройтись и посмотреть. А вот остро сейчас стоит вопрос с газовым оборудованием, как с ним быть, что в этом направлении может сделать совет дома, что в этом направлении, чем в этом направлении может помочь ассоциация собственников? Организация, в первую очередь, может помочь правильно сформировать вопросы, да, то есть, проведение собрания собственников, для чего это нужно. Я вообще считаю, вот это вот, это безопасность, и вот здесь я абсолютно не приветствую халатность людей. Вот в первую очередь, которые вопросы необходимо поставить сейчас на общее собрание собственников, это выбрать подрядную организацию, то есть, собственники сами могут выбрать подрядную организацию, которые будут обслуживать их дом, как общее газовое оборудование в доме, так и внутриквартирное. Но почему-то пренебрегает этим. Мы с вами говорили о капитальном ремонте, о ремонте подъездов, это все как бы внутренние работы. А вот если собственники захотят установить шлагбаум? В первую очередь тут нужно понять, земельный участок находится в собственности. То есть, как бы бывает, люди оформляют земельный участок в собственности, а есть нет муниципальной собственности. То есть, если в собственности, то есть, общее собрание проводят, ну и устанавливают шлагбаум, потому что территория как бы у них в собственности. Если это муниципальные, то в первую очередь они должны написать обращение в администрацию. Если администрация им говорит, что да, только нам нужно общее собрание собственников, люди проводят, да, общее собрание собственников, устанавливают, то есть, сумму, да, то есть, сбора, кто будет обслуживать, да, это что немаловажно, не просто установить шлагбаум, Но важно еще определить, кто его будет делать, за какую сумму, откуда эти средства будут браться и сколько и как в дальнейшем платить за обслуживание. То есть здесь тоже немаловажный фактор, а то люди поставить поставили, а обслуживать-то кто будет. То есть здесь необходимо все эти вопросы учесть. Но самое главное, то есть если это муниципальная земля, то необходимо получить разрешение от администрации. Хорошо, я хочу установить шлагбаум здесь. Здесь мы провели общее собрание собственников, а дом, который находится рядом, против этого шлагбаума. Как поступать? Я помню, даже ситуация была у нас в Павшинской пойме. Да, это подмосковный 9 и Павшинский 7. У них какая-то спорная ситуация. Тут, конечно, сложно договориться. Правы с одной стороны и одни, правы и другие. Но, насколько я знаю, там все-таки решение нашлось. Здесь сдвинуть немножко забор и сделать дорогу, чтобы люди могли выезжать. То есть это о чем он говорит в очередной раз, то есть то, что люди не умеют договариваться. Всегда можно договориться, но изначально все хотят потешить свое эго, все хотят быть правыми. И никто не хочет никому уступать. Вот. У них там сразу же такая двоякая ситуация и со шлагбаумом, и с контейнерной площадкой. Но вот нужно уметь договариваться. И как раз таки для этого нужен, в первую очередь, совет дома. То есть, чтобы из той стороны были люди, которые будут представлять интересы собственников. Потому что можно писать жалобы, и каждый раз, да, то есть, ну, а ВОЗ и на ней там будет. Но, насколько я знаю, я общался с заместителем главы, то, что все-таки там решение найдено. В этом году, скорее всего, уже не сделают, но на следующий год не должно получиться. То есть всегда можно договориться. И друг с другом. В первую очередь, да, нужно желание, просто желание договориться. Мы очень много говорим о собраниях собственников. А как собрать кворум? Человеку, который этим никогда не занимался. Это такой самый, как раз, подковыристый момент, что здесь нужна такая, назовем, некая техника. Почему-то многие думают, что вот мы написали в чат, мы там отправили почтовые уведомления, мы написали на почту или закинули в почтовый ящик, и собственники встанут в очередь. Но в очереди это никогда не бывает. И каждый человек, который не совершил собрание, сделал в первый раз, в первое мнение, он о чем говорит, что это никому не нужно, никто не хочет этим заниматься, ну и я, пожалуй, не буду. И здесь нужно понимать тот факт, как раз таки, вот когда люди обращаются в ассоциацию, то есть как ты им говоришь, что как бы не беспокойся, это нормальное явление. У людей хватает своих хлопот, забот, но они не всегда как бы думают об этом. И здесь я называю как бы такой метод, который я назвал правило трех звонков. В первую очередь, это нужно позвонить собственнику, чтобы он забрал бланк решения, да, голосование, бюллетень. Второй, это когда у него дом лежит, чтобы ему нужно позвонить и напомнить, чтобы он его заполнил. А третий раз, чтобы он его сдал. Еще один из самых эффективных способов, это в вечернее время, когда люди идут с работы. То есть они в любом случае идут, они проходят через подъезд. Утром они в любом случае торопятся на работу, да, и когда они говорят некогда-некогда, а вечером они уже не спешат, приходят домой и вечером встречаешься им, говоришь, вот смотрите, да, там, ну люди же не все ведь читают объявления, да, или заглядают в почтовый ящик, а что это. Рассказать им, если у них есть вопросы, ответить на их вопросы и дать им бланк решения проголосовать. Как правило, лучше, если они это сделают прямо там на месте, потому что они снова придут домой, скажут, а я почитаю, посмотрю, убрал, потом забыл и снова мы возвращаемся к звонкам напоминать. То есть позвонить три раза, это нормально. То есть не нужно думать, что собственникам без разницы и безразлично, три раза это нормально. Скажем так, это напоминание и не нужно по этому поводу переживать. Ну вот по кворуму, к примеру, если в доме 100 квартир, вы определили 10 дней, значит, инициатор должен понимать, что в день ему нужно 10 решений. Больше можно, меньше нельзя. И то есть... Кропотливая работа. Она кропотливая, но как бы если технически правильно расписать, все по сути понятно. То есть нужно просто как бы делать, уделять этому времени, быть готовыми на то, что тебе придется потратить личное время, выходной, и не один, как правило, да. Первые собрания, которые у нас начинались, у нас было вообще два месяца собирал, потом месяц. Потом я понимал, что люди все равно последнюю неделю голосуют. Мы делали два месяца, полтора, потом месяц. Крайний раз уже вообще пришли две недели. Я понимаю, что собственники голосуют последнюю неделю. То есть лучше, как говорится, неделю интенсивно позвонить соседям, делать звонки вечером и, как говорится, встречать с работой, чем растягивать удовольствие на два месяца и каждый день думать, а получится или не получится. Все-таки это тоже занимает долю внимания, энергии. Поэтому не нужно затягивать и делать очень длинные сроки. А вот ваш совет. Как заставить управляющую компанию работать? В первую очередь, это правильный договор управления. Это основа. Договор управления – это юридический документ, с которого все начинается. Как правило, особенно застройки людям типовой договор поставили. И потом, как говорится, люди не понимают. Я вспоминаю все моменты. Ты подписываешь все подряд, главное уже ключи получить. То есть и вот оттуда. И зачастую есть случаи, когда еще с момента застройки, прошло 5-6 лет, люди еще и собрания ни разу не проводили. С одной стороны, такие моменты, они на руку управляющих компаний. И здесь вот правильно, как раз-таки, в начальном этапе заключить договор управления. То есть прописать необходимые пункты, приложения к нему, которые, как должен быть выглядеть акт выполненных работ, оказанных услуг, ежегодный отчет. У ежегодного финансового отчета есть стандарт, который есть, но такая большая газета на 25 листов, где человек обыватель с ним глазом не сразу понимает. Мы, к примеру, сами его составили. Какие цифры мы хотим видеть, по каким пунктам. И это идет обязательным приложением уже к договору. Прописать, то есть есть график уборки, сколько вот по стандартам, которые есть, к примеру, лестничные площадки, да, и лифтовые холлы раз в неделю. У нас два раза в неделю уборка проходит. То есть мы сами определили. Когда подписывали договор с управляющей компанией, мы сказали, у нас будет два раза в неделю. Про речь компанией говорит, хорошо, здесь мы хотим такую-то стоимость, здесь такую-то. То есть самое важное, это в начальном этапе правильно заключить договор управления. А дальше еще необходимо правильно сформулировать вопросы на общем собрании собственников. К примеру, у нас прописано, что если не будет подписан, да, там мы сделали нижемечественно, ежеквартально, да, чтобы как бы самих себя не загнать, акт о приемке выполненных работ и оказанных услуг, то считайте, что услуга не оказана. А если услуга не оказана, то есть не оплачена. То есть все. И когда ты пойдешь в суд или в жилищную инспекцию, то есть здесь у тебя больше прав, то есть нежели как бы это будет какой-то стандартный договор, который как бы вам сделал управляющий компанией. Вот еще зачем стоит обращаться в ассоциацию. Все-таки в ассоциации собираются практики. Как положительные, так и отрицательные. Прямо следующий мой вопрос. А в ассоциации могут помочь? Конечно же. Все, которые обращаются, отправляют договор, который, да, мы составляли, который действует даже в нашем доме, где я живу, да, все формы, приложения, то есть как это может выглядеть. Это экономит огромную кучу времени и нервов. То есть как раз таки вот для чего еще это нужно, то есть помочь. Здесь собраны все практические решения, с которыми сталкивались непосредственно на практике в любой форме, там, начиная там от ремонта подъездов, проведение общесобраний собственников, капремонтов, дополнительных, да, там, видеонаблюдения, шлагбаум, все, что касается благоустройства дворовых территорий, как это проходит. То есть все, то есть пожалуйста, только вот как бы бери и делай. Ну вот, и даже так люди не хотят. Да, к сожалению. Вот в чем загрузка. К сожалению. Вот даже так, как бы тут. Все в руках собственников. Конечно, то есть берите все, сами как бы делайте, пожалуйста, вот вам все инструменты. На сегодняшний день законодатель, есть, конечно, паралеки, ну, в любом законе они всегда как бы они есть, но на сегодняшний день законодательно есть все для того, чтобы собственники могли сами этим заниматься. и как показывает практика, только собственники могут сделать в доме лучше, чем кто-либо иной. Но либо они должны правильно выражать свои мысли, то есть что они хотят, потому что многие думают, что должны угадывать, как они хотят, а потом жалуются, что кто-то не соответствовал их ожиданиям. Пожалуйста, в общем, собрание решите, пропишите все, цвет там, размер, все остальное, что вы хотите, за какие деньги, да, в каком размере, все это через общее собрание собственников, пожалуйста. А сменить управляющую компанию сложно? Да. Сложно. Это процесс, наверное, один из самых энергозатратных, и здесь важно соблюсти все юридические аспекты, как раз таки вот те, кто вообще, не то что даже собрание ни разу не проводили, конечно, сложно, а это ключевое, то есть если не соблюсти хоть один юридически правильный аспект, да, то есть если какой-то этап, по срокам, да, по оформлению, то протокол общего собрания можно признать недействительным, и собственникам будет отказ, это в первую очередь. Как правило, идет большое сопротивление, ни одна управляющая компания никогда не хочет отпускать свой дом, и тут нужно тоже понимать, что будет какой-то саботаж, то есть нужно быть готовым к критике собственников, одним нравится управляющая компания, другим не нравится, но я говорю, ключевое это нужно делать, потому что, ну, когда собственники собираются иметь управляющую компанию, как правило, именно собственники, подчеркну, не кто-то один из собственников, то в принципе они объединяются, больше всего собственники объединяются, это когда уже все худо, управляющая компания не работает, либо за них что-то подделали, написали, то есть вот здесь они все дружно объединяются, а когда в позитивном ключе, давайте мы там что-нибудь благоустроим возле дома, да, там облагородим, еще что-то, единицы выходят. К вопросу об ассоциации опять, вы можете помочь сменить управляющую компанию, правильно оформить документы, это тоже вы делаете ведь, да? Ассоциации. Помочь сменить это будет неправильно, то есть это здесь уже воля изъявления собственников, правильно сформулировать вопросы, и какие документы нужны. Оформить документы, да? Но участия в само нет. Нет, я не про участие, я про оформление документов. Оформление, конечно, то есть какие правильные вопросы должны, то есть быть в повестке, как включить, какие сроки, да, там, соответственно, соблюсти необходимые все теоретические моменты, конечно же, можно, да. Ну и тогда как вас найти и куда обращаться с собственником? Я не знаю, ну, во-первых, это Инстаграм, во-вторых, есть почта, да и телефон, я думаю, мой телефон во многих чатах, все, кто, в принципе, представители Советов Домов есть, если еще увидеть там в дальнейшем электронную почту, да, когда будет выпуск, то пожалуйста пишите. Телефон. Телефон, можем озвучить. Давайте озвучим. 8 926 416 04 93. Вы уже все знают, рабочие, я привык, да. Почта у нас идет красногорсксобакауправдоммо.ру То есть пишите, пожалуйста. То есть вас можно найти не только на форумах, но и по телефону. Да, и Инстаграм-аккаунт нашкрасногорск. Виталий Сергеевич, спасибо огромное за разъяснение, я думаю, нашим жителям будет полезно нас послушать. Вам спасибо большое, что пригласили. Это была Территория Ка на телеканале КРТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова